Здравствуйте, меня зовут Либрих Кристина. Сегодня в центре внимания газеты ДАД ситуация с коронавирусом в Республике Казахстан. А в гостях у нас эксперт Александр Думблер, который ответил на актуальные вопросы по данной теме. На ваш взгляд, достаточно ли эффективна программа мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции, принятой весной этого года в нашей Республике. Вопрос очень интересный, особенно в свете той критики, которая сейчас поступает от населения на действия местной исполнительной власти, органов здравоохранения по купированию вспышки коронавирусной инфекции по проведению первого этапа карантина. Для начала мы должны с вами говорить о том, что любая программа по купированию вспышки любой инфекции состоит из двух частей. Это проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на непосредственно локализацию вспышки и уменьшение количества случаев, факторов передачи. И второе, это естественно чисто медицинские мероприятия, которые направлены на организацию медицинской службы, организацию лечения, обеспечение специальными приборами, препаратами, специфического лечения и так далее. Мы сейчас будем говорить с вами только о первой части программы, о проведении карантинных мероприятий. То есть вот в данном случае я должен сказать, что локдаун был проведен очень хорошо. Это позволило иметь передышку для организации проведения чисто медицинских мероприятий. И самое главное, мы получили в результате очень небольшое количество заболевших в стране, что, кстати, потом и привело нас к головокружению от успехов так называемого. И мы имеем сейчас то, что имеем. Стремительный рост инфицированных и погибших после снятия первого карантина вызвал не только нагрузку на медицинские учреждения, но и панические настроения среди населения Республики Казахстан. Сейчас карантин продлили до 2 августа. Какие уроки следует вынести, исходя из опыта снятия первых ограничительных мер? Я думаю, что в первую очередь мы с вами, все гражданское общество страны, наконец-то должны осознать, что коронавирус это серьезный, что это заболевание пришло к нам надолго, и мы должны к нему относиться со всей серьезностью. Мы же прекрасно с вами видим, что уже в течение почти полугода вся передовая медицинская наука работает над проведением мероприятий по разработке препаратов, эффективных препаратов по лечению. Их до сих пор и до сего времени нет. Значит, вакцина, которая разрабатывается в Германии, в США, в России, в Израиле, в краткосрочной перспективе, ну, она будет вызывать некоторые обоснованные опасения у населения. И мы должны понимать, что хорошая вакцина – это долгосрочный проект. Поэтому сейчас мы должны с вами четко и ясно понять, что только соблюдение, причем строжайшее соблюдение карантинных мер, всех рекомендаций органов здравоохранения на местах Минздрава Республики – вот то единственное, что может сейчас остановить эту волну. Причем я хочу сказать откровенно, мы должны с вами понимать, это не вторая волна, это продолжающаяся первая волна, которая усилилась из-за рано снятого карантина, из-за непонимания в обществе, о котором я уже говорил. Поэтому вот эти мероприятия, они сейчас еще не позволяют говорить о том, что мы вышли на так называемое пресловутое плато, но еще далеко до него. Поэтому говорить о второй волне, о том, что мы сейчас будем с вами работать, так сказать, в этом плане – это преждевременно. Нам сейчас надо ликвидировать те ошибки, которые, к нашему большому сожалению, привели к очень трагическим обстоятельствам в Республике. Поэтому ситуация однозначно такова, что только вместе, только находясь в одной лодке, гражданское общество и органы здравоохранения, власть, мы можем сейчас извлечь уроки первого карантина. Ситуация в Европе постепенно стабилизируется, снимаются ограничительные меры. В чем их успех? И как вы думаете, есть ли вероятность возникновения второй волны? Если говорить в целом о ситуации сейчас в мире, о так называемой пресловутой второй волне, и в частности о ситуации в Европе, которая к нам как ближе, нашей аудитории, я думаю, так сказать, в первую очередь мы думаем о том, как развиваться будут события в сопредельных странах, на европейском континенте, то я могу вам сказать, что каноны эпидемиологии незыблемы. Они отработаны уже не на одной вспышке особо опасных инфекций, и медицина, человечество накопило уже достаточных опыта в борьбе с такими тяжкими заболеваниями. Из всего этого можно сделать вывод, что только ограничительные мероприятия, постепенный выход из них – вот единственное наше спасение. Что, кстати, мы сейчас и наблюдаем в Европе. В первую очередь в Германии, которая очень осторожно и взвешенно подходит к открытию границ, к снятию ограничительных мероприятий Франции, Италии. Но вот будем говорить о южных странах, одной же Италии, Испании, Португалии, там, конечно, туризм, экономика завязана на этих отрасли, поэтому очень сложно говорить сейчас о том, что люди приедут на курорт и будут соблюдать все правила социальных ограничений, вести себя достаточно скованно в ресторанах, на каких-то вечеринках. Это понятно, все мы люди, поэтому, естественно, мы сейчас видим всплеск заболеваемости, который наблюдается в первую очередь в Испании, в Италии, то есть там, где сейчас скучность людей. Вот я уже сказал о Германии, здесь очень все взвешено, и надо сказать, что очень многое зависит ведь от лидеров. Вот как сказал наш президент Такаев, мы находимся в состоянии войны. Канцлер Меркель ведь тоже заявила, что честно и откровенно еще в марте месяце, что достаточно большое количество немцев переболеет для того, чтобы был коллективный иммунитет. Но мы видим, что Германия справилась и своими ограничительными мероприятиями, которые, так сказать, ну это, наверное, еще и ментальность народа. Мы несколько живем по-другому, у нас несколько другой менталитет, поэтому это трудно вставить в какие-то рамки. А это сейчас очень важно. Поэтому я считаю, что совершенно правильно сейчас подходят многие страны, снимая постепенно ограничительные мероприятия. Россия, вы видите, она на плата зависла, и, значит, ситуация такая, что все еще на плата, снижение очень минимальное, но Россия постепенно от региона к региону снимает ограничительные мероприятия. Вот я еще раз повторюсь, наша большая ошибка была в том, что мы резко все сразу отменили. А с учетом, ну, будем говорить еще раз, нашего менталитета здесь было весьма и весьма сложно добиться благоприятного исхода. И это мы сейчас очень понимаем. Если говорить о второй волне конкретно, то, вы знаете, вот мое мнение, как эпидемиолога, долгое время проработавшего санитарной службой, я хочу сказать, что вирусные заболевания, они тем и характерны, что наблюдается сезонность, какой-то всплеск заболеваемости в осенне-зимний период мы получим. Но если к этому времени у нас будет достаточная простойка переболевших, имеющих иммунитет, а на это надеяться тоже можно, только с большой натяжкой, потому что есть данные, значит, из уже проверенных источников, это не предпринты, а уже научные исследования о том, что иммунитет у переболевших быстро исчезает. Это мы знаем по Китаю и по Европе, что есть случаи повторных заболеваний, по Корее тоже южной, вот поэтому это все надо учитывать. В любом случае мы должны быть с вами на стороже, не расхолаживаться, и этот период, он быстро не закончится. Ваши рекомендации казахстанцам в это непростое время? Мир и общество, наше казахстанское общество не испытывало такого удара, таких стрессов, наверное, со времен Второй мировой войны. Очень тяжело переживать потерю близких, очень тяжело переживать ситуацию тяжелейшую, которую сейчас наблюдается в мировой экономике, в нашей экономике. стагнация – это все сказывается, естественно, на наших нервах. Поэтому первое, что я бы хотел пожелать нам всем – быть добрее друг к другу, быть объективнее и честнее. Наверное, стоит всегда анализировать все то, что мы читаем в социальных сетях, все то, что мы видим и слышим из средств массовой информации. Всегда надо относиться с долей скептицизма. Второе, что очень важно сейчас – паника – это нехороший мир. Паника – это нехороший советчик, и человек в состоянии аффекта делает очень непродуманные поступки. А когда это касается вашего здоровья, то это, естественно, чревато самыми тяжелыми последствиями. Поэтому не занимайтесь самолечением. Необходимо делать все под строгим контролем врачей. Я думаю, что и правительство, и Минздрав сделают самые серьезные выводы из той ситуации, которая сложилась в здравоохранении. Сейчас не надо искать правых и виноватых. Надо в срочном порядке исправлять ситуацию. Поэтому лечиться надо только под наблюдением. Не надо покупать, скупать препараты какие-то, заниматься теми вещами, которые сейчас приняты в обществе. Значит, какие-то превентивные курсы лечения. Кто-то старается в интернете хайпануть. Там очень много всяких рецептов. Все это, естественно, не приведет к хорошему. И третье, самое последнее. Необходимо очень строго соблюдать сейчас карантинные мероприятия. Все то, что мы с вами провалили в условиях первого карантина, не должно повториться сейчас. Поэтому те рекомендации, которые сейчас дает нам Министерство здравоохранения, санитарная служба республики, оно должно, естественно, выполняться. Еще раз повторяю, очень трудно. Многие до сих пор с негативом относятся после вот таких таких нецеприятных вещей, которые происходили, которые вскрылись в системе здравоохранения. Все это понятно. Но тем не менее, мы должны с вами с оптимизмом смотреть в будущее, потому что все-таки, я думаю, что мы справимся. Справимся, потому что мы сильный народ, мы показали себя с самой сильной стороны во время разных испытаний. Поэтому наша страна имеет очень большой неиспользованный потенциал. И при всех наших удачах, ошибках, последних предметов, может быть, мы все-таки так и как не соберемся с вами и победим эту страшную больницу. Удачи вам, здоровья, будьте счастливы. И не забывайте о том, что ваше здоровье зависит только от вас. Большое спасибо за внимание. С вами была еженедельная республиканская газета Deutsche Allgemeine Zeitung и Александр Думлер, который более 45 лет проработал в системе санитарно-эпидемиологической службы Казахстана.